здравствуйте уважаемые садоводы и огородники меня зовут русских иван а это мой помощник захар федоров мы сегодня расскажем вам об очень хорошем составе который поможет поддержать ваши растения особенно томаты огурцы все что находится в теплице все что не любит холод и все что очень легко повреждается всевозможными болезнями сегодня настало 1 июля в беларуси жуткий холод меньше 10 градусов тепла ну около 10 льет целый день ледяной дождь и это как раз та ситуация когда болезни находившиеся на коротком старте как раз стартанули и готовы очень быстро и очень активно развиваться особенно на чувствительных растениях в этой связи я предлагаю вам вот такой вот рецепт который поможет очень очень хорошо поддержать наши растения основой нашего рецепта будет куркума куркума стала теперь весьма широко распространенной пряностью которая доступна недорого стоит и продается буквально в каждом магазине куркума является широко известным есть натуральным антибиотиком антифунгальным препаратом ну с точки зрения здоровья важно его антиоксидантная активность и конечно же противовоспалительные свойства куркуму широко используют в кулинарии добавляют в различные блюда в рис в мясо я вообще добавляю везде абсолютно где только на уместно это и в тесто и в оладьи и в пироги и в мясо и в супы ну абсолютно везде и в пюре картофельное оказывается куркума обладает чрезвычайно высокой активностью против многих болезней растений и очень тоже время дружественно самим растением не повреждает их не обладает фито токсичностью для того чтобы использовать куркуму с целью защиты растений необходимо сделать спиртовой экстракт куркумы для этого нужно взять 20 грамм куркумы обычно она продается в порционных пакетиках ну или если на развес не сложно отмерить будет 20 грамм и залить пол литра водки это важно что это бы это была водка потому что здесь будут растворены и спирта растворимые и водорастворимые компоненты очень интересно что вот исследование куркумы и в особенности куркумина это как раз вот этого вещества который дает желтую окраску с точки зрения медицины были проведены для того чтобы определить их антираковую активность поскольку именно у цельной куркумы такая активность была найдена и вот было показано что чистый куркумин действует гораздо слабее чем вот такой полный экстракт куркумы со из цельных из цельного порошка из цельных корней поэтому нам важны все компоненты не только куркумина все компоненты вот этого порошка вот этой пряности соответственно для обработки растений в качестве базового рецепта мы можем использовать две столовые ложки вот такого вот спиртового экстракта две столовые ложечки добавляй сюда в воду очень важно не взбалтывать не взмучивать эту банку ну для того чтобы остатки а ты прополощи эту ложку там ага не чтобы эти остатки порошка не забивали опрыскиватель соответственно аккуратненько это добавить обратите внимание что экстракт куркумы является чрезвычайно красящим не очень сильные красящие свойства поэтому нужно все это делать в одежде ну если в случае на как она попадет ну не жалко было поэтому делать надо все аккуратненько вот это базовый состав который уже можно использовать сюда можно добавить 50-70 грамм глицерина сюда можно добавить янтарную кислоту до 1 процентного раствора и обработать этим томаты и огурцы рационально сюда добавить какой-то из прилипателей которые вам удобен у нас отдельное видео есть посвященное этой теме но мы обогатим этот состав систем что я обрабатываю томаты они сейчас завязями очень активно цветут и я не хочу потерять завязи соответственно я каждый ярус томата дополнительно обрабатываю борной кислотой у меня здесь есть остаточки борной кислоты примерно 2 грамма поэтому засыпай их сюда мы соответственно и томаты и огурцы чрезвычайно отзывчивы на борную кислоту благодаря борной кислоте огурцы образуют больше женских цветков соответственно мы получим больший урожай можешь поболтать ее там да она там тяжело будет растворяться борная кислота вообще растворяется в основательно теплой воде но для увеличения ее растворимости для увеличения ее доступности мы ее переведем в тетраборат аммония для чего добавим туда буквально столовую ложечку аммиака с аммиаком работайте только на свежем воздухе он парит подванивает поэтому добавляй размешай немножко раствор поменял цвет но это ничего страшного все нормально постепенно борная кислота прореагирует с аммиаком образуется тетраборат аммония который усваивается растениями гораздо лучше чем чистая борная кислота кроме того для того чтобы поддержать фитоиммунитет растений в это время мы добавим сюда наш хвойно-папоротниковый экстракт буквально одну столовую ложечку но у меня чуть больше получилось ничего страшного много не мало поскольку куркума и куркумин и и компоненты хорошо растворяются в спирте и хорошо растворяются в жирах мы сюда для увеличения ценности нашего раствора для лучшего прилипания раствора к листьям добавим примерно пол литра молока и вот такой раствор растворим в десяти литрах воды соответственно этот раствор будем использовать для обработки томатов для обработки огурцов и для обработки других растений которые вот такую холодную очень дождливую погоду подвержены риском заболеть и подвержены риском снизить свою функциональность снизить свою продуктивность конечно же в открытом грунте когда идет дождь обрабатывать бессмысленно надо дождаться для того чтобы хотя бы часа два три этот раствор до следующего дождя побыл на листьях и проявил там свою эффективность на этом мы прощаемся с вами надеемся что наши советы помогут вам иметь хорошие богатые урожаи без использования каких-то тяжелых химических средств борьбы с болезнями и получать здоровый такой и безопасный для здоровья урожай всего хорошего и